МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. А это 112-й канал в пакете зала. В студии Ульяна Шубком. Сегодня мы расскажем. Международный диалог. О чем договорились региональные и местные власти с делегацией из Словакии? За 7 месяцев более 120 баллистических экспертиз, найденных боеприпасов. Чем опасны находки со столетней историей? Первый за два года. Комбайнер из СПК Гродненского района первым в области намолотил 3000 тонн зерна. Осень дамы прилетели. Персональная выставка известного российского художника впервые открылась в Гродно. Делегации из Словакии во главе с мэром города Жилиной Игором Хомой и чрезвычайным и полномочным послом Словакии в Беларуси Йозефом Мигашем находятся в Гродно с официальным визитом. В рамках встречи гости ознакомились с историческими памятниками Гродно. Посетили футбольный манеж и хоккейный каток в Пышках, детский сад в микрорайоне Ольшанка, медицинские учреждения и аквацентр. Помимо этого уже состоялась официальная встреча делегации с председателем Гродненского обл. исполкома Владимиром Кравцовым. В ходе беседы посол Словакии Йозеф Мигаш выделил ключевые направления потенциального сотрудничества между нашими странами. Дипломат положительно оценил строительство первой в Беларуси атомной электростанции и выразил надежду на взаимовыгодное сотрудничество в области энергетики. Мы знаем, что река Немен – это река, которая течет быстро и имеет свою мощь. А для гидроэнергетики, для гидросооружения – это самая важная информация и самая важная вещь. Мы хотим здесь построить гидроэлектростанцию 20 мегаватт на реке Немен. Там идут проработки, посчитываются. Это уже специи должны все характеристики сделать, договориться потом и с региональными структурами. Перспективным является и вопрос трансфера электроэнергии из Беларуси в Европу. Представители делегации из Словакии выразили заинтересованность в возрождении линии электропередачи, которая способна обеспечивать подачу электричества из Гродно в Белосток и далее в Европу. Нас интересует, потому что этим вопросом мы и раньше занимались, что есть и была хорошая сеть между Гродно и Белосток. Надо посмотреть, в каком она состоянии, как ее реставрировать, какую надо инвестицию, как заинтересовать и деньги из Евросоюза, чтобы ее оживить и использовать. Особый интерес вызывает также сотрудничество в сфере переработки отходов и производства фруктовых и шампанских вин. Высокую оценку иностранной делегации заслужило и региональное сельское хозяйство. Вся цепочка действий от сбора урожая до попадания к потребителю в виде продуктов питания впечатлила иностранных коллег и оставила приятные впечатления от состояния аграрной сферы региона. Мы думаем, что у вас хорошее молоко, творог и все млечные продукты, у вас такие строгие нормы, что ваши продукты можно спокойно на наших рынках продавать. И я думаю, что в некоторых странах Евросоюза могут потом сделать заявление, вот эта сметана, вот этот творог. Важным звеном международного сотрудничества для обеих стран выступает и сфера культуры и образования. Йозеф Мигаш выразил надежду на расширение связей в академической и культурной жизни наших государств и систематический обмен специалистами различных сфер деятельности. Следует отметить, Гродненская область уже имеет положительный опыт сотрудничества со Словацкой республикой. Товарооборот нашего региона со Словакией по итогам первого полугодия 2017 года составил 8 миллионов долларов США. Из них 4,3 миллиона приходится на экспорт и 3,7 миллиона составляет импорт товаров. Основными товарами, экспортируемыми Гродненской областью в Словацкую республику, являются полиамиды, комплексные синтетические нити, арматура и запчасти к оборудованию. Ключевым экспортером выступает предприятие Гродно Азот. Также в рамках установления отношений с регионами Словакии в 2004 году подписано соглашение о сотрудничестве между Гродненской областью и Жилинским краем и договор об установлении межрегиональных связей между городом Гродно и городом-побратимом Жилиной, подписанный в мае этого года. Двухдневный визит руководства словацкого города Жилины в Гродно получился насыщенным и очень информативным, подчеркнул на официальной встрече с председателем Гродненского городского исполнительного комитета Мечиславом Гоем Игорь Хома. Своеобразный итог главы двух городов подвели на официальной встрече, где, среди прочего, было высказано немало вариантов взаимовыгодного сотрудничества двух регионов. Особенный интерес словаков вызвали технологии мусоросортировки и мусоропереработки, которые недавно были внедрены в Гродно. Хорошей идеей иностранные гости назвали систему безвизового въезда на территорию парка Августовский канал и Гродно. Стороны договорились решить вопрос об отмене виз между странами для более свободных экономических и культурных взаимоотношений. Идеальной схемой взаимодействия для словацкой стороны в данный момент являются их инвестиции в наши ресурсы. Одним из обоюдовыгодных вариантов такой совместной работы назвали производство фруктово-ягодных вин. Введение этого вектора совместной работы не только укрепит экономическое партнерство стран, но и положительным образом скажется на финансовом состоянии непосредственно Гродно. У нас есть потенциальная площадка, это консервный завод, который требует некоторого технического перевооружения, инвестора. То, что у нас есть стеклозавод, который может изготовить АРУ, это тоже много что значит. И я думаю, что круги бизнеса словацкие при посещении нашего региона Неман, который пройдет в сентябре месяце, они заинтересуются таким предложением. Вполне конкретные предложения сотрудничества и партнерства озвучили не только в сфере экономической, но и социальной. Положительное впечатление на мэра города Жилины произвело посещение средней школы города Гродно, что позволило найти еще один вектор совместной работы, на этот раз социальной направленности. Нам надо стопроцентно заниматься сотрудничеством в области образования, значит будем обвиняться нашими педагогами сначала, потом хотим обвиняться детьми, чтобы наши приезжали туда, ваши к нам и так далее, потому что надо видеть, это самое важное для будущего наших стран. Следующая область – это область туризма, конечно, и будем продолжать в области экономической. Свои состязания есть и в уборочной компании. Тех из комбайнеров, кто первым в своей работе в этом году намолотит тысячу, две или даже три тысячи тонн зерна, ждут почет и уважения коллег. Первый такой герой под занавес уборочной появился в одном из СПК Гродненского района. О распорядке дня комбайнера, рекордсмена и нюансах уборки зерновых узнавала и Аланта Будила. Неделю назад он был одним из тех, кто в числе первых преодолел личный рубеж в две тысячи тонн зерна намолота. И вот снова Олег Бондаревич в центре внимания. Теперь он первый в Гродненской области трехтысячник этой уборочной компании. Он ненадолго оставил свой верный буран, так он называет комбайн, с которым заветные три тысячи и стали возможными, чтобы получить поздравления и три символических снопа, по одному за каждую намолоченную тысячу. Олег признается, не то чтобы стремился к этим цифрам в напряженном темпе уборочной – это не главное. Но нет-нет, да и уточнял и сверялся с приборами. Вчера понял уже это, скажем, сам веду подсчеты, но... Ну, конечно, адреналин, адреналин, но все-таки три тысячи за своих 20 лет три тысячи не набивал, две набивал, но три тысячи – это результат, это огромный результат. Долго почивать на лаврах герой не стал и незамедлительно отправился назад в поле. Четыре тысячи уже, конечно, не намолотить, в хозяйстве осталось закончить только это поле убрать. Но и простаивать без дела Олег не привык. По признанию руководства, он как локомотив всего коллектива, если не в комбайне, то работает как механизатор или водитель, он прекрасно разбирается в технике. Символические снопы с собой в кабину, вечером отдаст жене. Такой вот своеобразный букет из полей. Эти три тысячи тонн зерна от отдельного комбайнера – настоящий подарок для хозяйства. У нас впервые за два года появился трехтысячник. Это наш комбайнер из ПК имени Денщикова. Мы очень рады за него и гордимся его достижениями. Его достижениями, потому что это от того, что у нас сегодня в районе самая высокая урожайность по республике. И в этом хозяйстве тоже урожайность очень высокая. Это первый трехтысячник не только в этом хозяйстве, но и во всей области. Вообще же Гродненская область из года в год является одним из лидеров уборочной компании. И в этот раз своих позиций не сдаст. В данном СПК имени Денщикова урожаем этого года довольны. Оболочено 95% посильных площадей. Сегодня уборка будет завершена. Намолочено 27 тысяч тонн зерна при урожайности 88,5 гн. гектара. Это выше уровня прошлого года на 6 тысяч тонн. Поэтому показатели хорошие. Всего по области к данному моменту уборка выполнена на 77%. Намолочено почти 1 миллион 100 тысяч тонн зерна. В отдельных районах Гродничины, Берестовицком, Волковыском, Зельвинском и Слонимском уборочная на финишной прямой. И совсем скоро на столах белорусов будет ароматный хлеб из щедрого урожая 2017 года. Элла Табудила, Сергей Печерица. Новости Гродно+. 8 дорожно-транспортных происшествий с участием детей произошло в Гродненской области за 2,5 месяца лета. Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась за первый месяц каникул. За этот период случилось 6 ДТП по области, 2 из которых в Гродно. В июле детских аварий с тяжелыми последствиями, к счастью, не было. Тем не менее, в августе два ребенка все же попали под колеса автомобилей. Последним инцидентом стал наезд на мальчика в Волковыском районе. Ребенок выбежал из-за стоящей машины, получил травмы и был госпитализирован. С учетом того, что дети проводят все еще много времени на свежем воздухе, госавтоинспекция значительно усилила профилактическую работу для повышения уровня знаний ребят о безопасном поведении на дороге. Со стороны госавтоинспекции также усилен контроль за поведением водителей в части перевозки детей, в том числе неорганизованных. То есть перевозок, когда родители перевозят своих детей в легковых автомобилях. Традиционная республиканская акция «Внимание, дети!» в преддверии школьной поры начнется уже 25 августа и продлится до 5 сентября включительно. Водителям нужно быть морально готовым к тому, что в этот период, круглые сутки, им придется ездить с включенным светом фар, для того, чтобы привлечь внимание юных участников дорожного движения, которые будут собираться идти в школу, либо уже пойдут в школу. Кроме того, в первые дни учебного года сотрудники госавтоинспекции организуют дежурство вблизи школ, чтобы своевременно реагировать на нарушения как со стороны водителей, так и детей. Гродничина не раз становилась полем боя для воин в разные эпохи. Свидетельство об этом до сих пор хранит наша земля. Поисковые отряды десятилетия имеют и находят останки павших воинов, которые впоследствии с почестями перезахоранивают. Но есть и находки, относиться к которым нужно с большой осторожностью. Мины, гранаты, патроны, даже несмотря на срок давности, нередко по-прежнему взрывоопасны. Только за 7 месяцев этого года на место обнаружения боеприпасов эксперты выезжали несколько десятков раз. Также в Гродно провели более 120 баллистических экспертиз, связанных с исследованием найденных боеприпасов. И как показывает практика, взрывной характер имеет даже порох, извлеченный из снарядов со столетней историей. Даже спустя сотни лет взрывчатое вещество порох способно сохранять свои качества. Оно горит и выделяет достаточное количество. Мы были свидетелями сожжения трех граммов пороха из этой гильзы. Теперь представьте, какие последствия могут привести к сжиганию больного крупного и более мощного пороха, который содержится в патронах и снарядах более крупного калибра. Стать автором опасной находки времен войны может любой. Ведь после опустошительных боевых действий снаряды, патроны и оружие то и дело находят на дачных участках, в лесу, в водоемах Гродненской области. Известны случаи, когда такие военные раритеты взрывались прямо в руках у тех, кто их нашел. Среди пострадавших есть и дети, которые даже не подозревают, что главное при обнаружении такой находки, вопреки любопытству, не трогать, не перемещать и отойти на безопасное расстояние. Первая в Гродно выставка известного художника Сергея Радюка разместилась в вернисаже Музея истории и религии. Экспозиция «Осень. Дамы прилетели» завершает цикл персональных выставок к 50-летию художника, однако открывает знакомство гродницев с изысканным творчеством виртуоза кисти, чьи работы представлены во многих музеях мира и частных коллекциях. Почему не птицы, а дамы прилетели в Гродно, интересовалась Вероника Трынкина. Признанный мировым изобразительным сообществом художник и философ Сергей Радюк хоть и живет в России, но помнит о белорусской родине. Выставить свои работы в Гродно живописец мечтал давно. И вот выпала удача. О счастливой возможности познакомиться с трудами Сергея Радюка узнала и Татьяна Бутакова, которая и прежде слышала о незаурядной личности художника. Вы знаете, я вообще-то, как архитектор, тоже немножечко причастна к живописи, к искусству. Поэтому мне всегда интересно узнать, как другие люди воспринимают мир, какое их чувство цвета, чувство объема. Многообразие стилистических направлений, фактур и крайностей таков Сергей Радюк в своих полотнах, пронизанных светлым мистицизмом. Картину художника изображают зачастую пограничное с сознанием эфемерное состояние, тем самым, по задумке автора, призывая смотреть вглубь привычных вещей. Художник – это человек, который, как врач, ставит обществу диагноз и предупреждает, что вот остановитесь, чересчур много гламора, пора уже немножечко от духовности задуматься. Либо, наоборот, не хватает красоты в мире. Он пишет, как Рафаэль, какие-то красивые картины, художник, и пытается людям показать, что вот есть и другая сторона в этом мире. Эксперимент и импровизация являются творческим кредо Сергея Радюка. Он пишет картины сериями, находя для каждого чувства и впечатления уникальное выражение, чтобы тут же продемонстрировать это зрителям и понять, куда двигаться дальше. И хотя на Гродненскую выставку художник привез не все свои работы, тем не менее живописец попытался показать себя разнопланово. И я решил, поскольку здесь первый раз выставляюсь, показать разные направления. Ну, прежде всего, вот эту серию, которая сделала меня немножко как известным художником в России, это «Осень дамы прилетели». Такие летающие дамы, они как душа, как мечта, они без плоти, могут завтракать на снегу, в облаках, сидеть на деревьях, как Мэри Поппинс на зонтиках, спускаться с небес, согревать весь мир своим теплом, своей энергией. Женские образы, воссозданные художником из мира фантазии в реальность, напоминают дам серебряного века. Такие же изящные и таинственные. Словно сон, они окутывают пейзажи Сергея Радюка и отражают индивидуальное видение мира, которому теперь могут прикоснуться и гродненцы. Весь мир, он как бы рожден женщиной, он имеет очень часто такое женское начало, как сама земля. И мужчины все свои подвиги, и хорошие, и отрицательные, совершают как для женщин, так и за женщины. И, естественно, я не исключение, я тоже мужчина, который преклоняется перед женской красотой. Но не хотелось быть банальным, и всегда хотелось что-то новое сделать, как любому художнику. Сергей Радюк считает, что каждая человеческая душа – это молекула Бога. К ней прислушивается мастер при создании своих работ. Он давно выработал для себя принцип. Если безумная ночная идея все так же беспокоит на утро, ее обязательно нужно воплотить в жизнь. На самом деле, выставка Сергея Радюка для нас – это большая честь, поскольку художник наш – соотечественник, несмотря на то, что он долгое время живет в России. Человек очень талантливый, очень благожелательный, и приятного общения настоящий философ, который никогда не останавливается на достигнутом, а смело идет вперед. Сюрреалистичные полотна Сергея Радюка без сомнения заинтересуют гродницев. Приобрести что-либо из коллекции мастера нельзя, зато полюбоваться картинами и, возможно, вдохновиться на создание чего-то своего можно будет до 10 сентября. Вероника Трынкина, Агаджан Батырджанов. Новости. Гродно+. Паломникам зеленый свет. В пятницу 18 августа в период с 9 до 11 часов утра в пункте пропуска Брузги будет ограничено движение транспорта. Временные неудобства вызваны прохождением в это время колонны из более чем полутысячи человек, которые являются участниками экуменистического пешего паломничества. Их маршрут пролегает из Белостока через территорию Республики Беларусь. Для более комфортного пересечения границы водителям рекомендуют выбирать иные маршруты движения. И в завершении выпуска информации от нашего партнера МТС. МТС представляет сервис «Мобильная защита». Теперь застраховать смартфон, планшет или умные часы от негарантийных поломок можно в любом собственном салоне связи МТС. Мобильная защита помогает избежать расходов в большинстве распространенных бытовых ситуаций. Если устройство получило механические повреждения, в том числе разбился экран, сломалось под воздействием жидкости или было похищено. В любом из этих случаев абонентам, оформившему услугу, компенсируется стоимость ремонта или самого гаджета. Узнать подробности об услуге и заказать ее сегодня можно во всех фирменных салонах оператора. И на этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by Поделиться с нами интересной информацией можно позвонив по номеру 80152-77-33-04. Напоминаем, что программа телеканала «Гродно плюс» доступна и абонентам пакета зала. Для всей Гроднинской области мы работаем на 112-м канале. А у меня на этом все. Приятного отдыха на «Гродно плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова